Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем заниматься программированием микроконтроллеров STM32. У нас контроллер STM32F103 расположенный на одноимённо недорогой плате, и подключаем мы к нему датчик температуры DS18B20 компании Dallas, который работает, как мы уже убедились, по одному проводу, но, я думаю, неплохо работает. В этом мы, я думаю, сегодня уже убедимся точно, я думаю, часть будет завершаемой. Мы с вами уже послали команду на считывание температуры, ну, на запуск конвертации, скажем, какого-то уровня возникающего где-то, мы это не видим. Там стоит, видимо, какой-то АЦП внутренний, поэтому и функции они назвали конверт. Вот она. Но мы с вами ещё два параметра здесь добавляем. То есть, первый – это режим, само собой, второй – это номер датчика, который мы считываем. Но у нас датчик будет только один, и мы будем сюда с вами передавать нолик. С нуля будем мы наши датчики считать. То есть, это будет в другом занятии. Сначала процесс произойдёт, считывание вообще всех ромов. Как раз тот же самый процесс определит, сколько у нас вообще датчиков. И, соответственно, до такого числа мы будем с вами в цикле считать и опрашивать каждый датчик. Хитрость будет в том, чтобы нам, например, на три датчика не ждать три секунды. Мы сначала всем датчикам передаём команду на считывание, потом через семьсот пятьдесят миллисекунд со всех с них и считываем. Вот так вот мы параллельно работаем. То есть, обращаться опять нужно будет к каждому по ихнему адресу уникальному или серийному номеру. Вот поэтому два у нас и будет аргумент. А то, что делается функцией, мы с вами уже узнали на прошлом занятии. Следующая функция вот такая – прочитать стретчпад. Ну, чтение стретчпада, в отличие от его записи, происходит всех его байтов. Всех восьми. Нам будут нужны только первых два, но тем не менее мы посмотрим все. С вами и зарезервированные. Всё-таки интересно, в каком они виде у нас будут. Также reset, также skip rom. Вот мы команду даём на пропуск и читаем стретчпад. Всё. То есть, передаём мы с вами команду на чтение стретчпада и нам обязан он наши все эти, сколько там, шестьдесят четыре бита отдать. То есть, восемь на восемь на байт будет шестьдесят четыре бита. У нас такой стретчпад. Восемь разных байтов. Что какое означает, мы с вами уже знакомы. Теперь на эти обе функции нам потребуются прототипы, само собой. Мы пока в main работаем, мы не пишем какой-то пока устройство сильное. Нам важен сейчас с вами процесс. То есть, на хадрэйх у нас заработал. Вот что самое главное. Но пока на запись, на чтение, пока мы ещё в этом не убедились, вот это вот read стретчпад. Функция нам в этом и должна будет убедить. Вот так. То есть, BE. Ну BE так BE. Вот она BE. Вот она читает. Всё это читает, включая и контрольную сумму. Всё читает она. Данная функция. Вот функция копирования. То есть, он в EEPROM копирует. То есть, мы можем хранить вообще там любые какие-то три значения необязательные. Конфигурационные. Но желательно всё-таки в конфигурационном хранить разрешение. То есть, существует ещё вот какие-то команды. Это я не знаю, что тут происходит по таким командам. Я с ними не знаком. Вот это вот. Искать какую-то тревогу. Но в принципе-то я догадываюсь, что это такое есть. Мы пороги с вами выставляем. Вот эти вот от минус 30 до сотни. Но датчик, тем не менее, не глядя на них, он будет измерять всё. Но на каком-то случае, вот если мы порог этот выйдем за его рамки, то если ему вот эту команду давать, то он будет нам сигналить. То есть, что где-то что-то превышено. То есть, вот для этого. Я так понял. Я просто читал даташит. Читал много кодов различных. И arduino-вские проекты смотрел. Залазил вовнутрь. Всё я делал. Всё очень интересно. Этот датчик вроде кажется такой простой. А вот мы уже третья часть сидим. Всё это перемолачиваем. Несколько переменных мы добавим с вами в main.c файл наш. Главный модуль, так называемый. В принципе, они пойдут нам и локальные, не нужные они нам глобальные. Ну и определённый код. Вот этот вот мы добавим с вами в бесконечный цикл. То есть, мы вызываем с вами вот эту команду на измерение температуры. Ждём 800 на всякий случай. Потом читаем наш стретчпад и его показываем. Вот и всё. Весь мы его показываем. То есть, мы с вами вот как сделали. Мы адрес передаём. А адрес это 8-ми элементного массива. То есть, 8 байт там и хранится. И он по этому адресу у нас там всё считает в цикле. Вот. Мы ещё с вами как следует не посмотрели. Вот. А то, что мы, да, 8 раз считали, именно вот по адресу data. Всё. Считали. Потом мы ещё с вами перевели. То есть, вернее, возвратили каретку и перевели строку. Подождали ещё 150 миллисекунд. Ну, чтоб точно датчик был ко всему готов. И цикл пошёл заново. То есть, где-то раз в секунду мы с вами читаем весь стретчпад. Это неплохо для одного провода. Для такой точности. Неплохая будет точность. Ну, мы там уже с заходя на вырост ещё пару переменных добавили для самой температуры. То есть, для её значения для сырого. Смотрим, что у нас тут происходит. Почему-то у нас вообще тут нули одни идут с вами. Что-то не то у нас с с вами. Хотя статус у нас нормальный. Теперь загрузимся. Почему мы с вами читаем нули? Не должно быть такого. Смотрим анализатор тогда. Ну, в принципе, нули читает наш усард. А мы читаем не нули. Мы читаем тут всё нормально. Что не очень нормально. Но, по крайней мере, вот идёт чтение, процедура как положено. Почему-то нам усард выдаёт хионду какую-то. Что-то мы, наверное, с переменными, может быть, запутались. Я не знаю. Абсолютно непонятно. Что-то у нас с процессом считывания не то. Там идёт считывание нормально. Может тут чего-то не хватает. У нас функции мы, может, не дописали с вами. ReadByte. Вот он ReadByte. Вот тут что-то не то у нас, я так понимаю. Вот здесь чего-то у нас не хватает. То есть, в чтении бита мы проверяем уровень, потом 13 и сразу ждём 45. Что-то не хватает у нас вот здесь. Сценарий смотрим. 13, скорее всего, тут должен быть. Ждём 13, а потом проверяем. То есть, вот как, наверное. Да. 13 ждём, потом проверяем уровень, потом 45 ждём. Всё. Пошло нормально. То есть, температура у нас вот в этих вот двух байтах. Остальной нам не так важно. Эти вот наши 649E7F, которые мы заносили. Дальше зарезервированные идут. 2. И контрольная сумма. Почему-то она 10. Ну, в принципе, да. Она может быть тут различная эта сумма. Вот. 019A. Это и есть температура. То есть, начинаем с этого и заканчиваем этим. То есть, это нам уже даёт право понять, что температура у нас положительная. 5 первых бит в старшем. Старший вот этот. Вот этот младший. У нас положительная температура. 19A у нас. То есть, как нам это всё разобрать. Что такое 19A? Мы должны вот эту A отбросить вообще. Эта A у нас это идёт доля. А у нас 10. То есть, 10 шестнадцатых. 1 шестая. 19 шестнадцатиричных. Это, я думаю, 23. Для этого существует калькулятор. Даже 25 градусов. Вот как у меня тепло. 25 градусов и 1 шестая. Не 1 шестая, конечно, а 5 восьмых. Ну, с половиной. 25 с половиной градусов. В общем, сейчас я возьмусь рукой за наш датчик и посмотрим. Вот у нас пошли расти температура. Ну, контрольная сумма от этого не меняется. Ну, пусть не меняется. Хорошо. Дальше. Нам не всегда удобно будет запускать вот этот калькулятор и считать, конечно. Нам хочется увидеть всё это в наших нормальных градусах по Цельсию. Ну, можно хоть почему. То есть, теперь мы должны это и сделать как-то. Ну, во-первых, вот в логическом анализаторе мы видим то же самое с вами. Вот они. АА. Это команды идут от нас. А вот дальше пошло ответ. От датчик 0.1, 64, 9Е, 7Ф. Вот они. Десяточка. То есть, вот 0.1 АА. И вот мы видим. Да, давайте посмотрим. Только не АА, конечно. Давайте вот 64, что ли, посмотрим. Вот. Как это всё происходит. Читаем отсюда. Справа налево. Скважина длинная единичка. Скважина короткая. Вру. Это ноль. Скважина короткая, по-моему. Нет. Скважина короткая ноль. Или всё-таки единичка. Единичка. 0,1,1,0. Получается 110. Ну, как не шестёрка. Конечно, шестёрка. И 0,1,0,0. Это четвёрка. Вот. Вот 64. То есть, вот так. Разобрали. То есть, мы с вами даже всё сигнально разобрали. Ну, первой функцией давайте определим вообще минус у нас или плюс. Отрицательный и положительный. Мёрзнем мы или нам жарко. Вот такая функция. Проверим. Мы одиннадцатый бит всего лишь на всё. Вот. И вернём. Если всё нормально. Единичку. Если у нас мороз. Если не нормально. Если у нас тепло или оттепель. То, значит, вот так. Значит, 0 вернём. Тут всё просто. Дальше. Вот. Конверт. В обычную температуру. Ну, я думаю, и здесь ничего сложного нет у нас. То есть, вот он. Флот. Мы берём с вами помазки данные. Отсекаем все теперь 5 бит. Берём только всё младшее. То есть, самый старший 5 бит отсекли и сдвинули вправо на 4. Отсекли дробь. Всё. Считали целую часть и прибавили дробные. То есть, мы теперь наоборот помазки взяли только младшие и разделили на 16. Всё просто и хорошо. И прибавили их. Всё. И вернули результат. Вот как легко мы всё сделали. Осталось нам это всё в мейне оформить. Чтобы нам это в мейне оформить и потом ещё мейн это увидел, нам прототипы пригодятся. Обязательно. Вот так. И вот так. И в мейне теперь у нас уже есть здесь и флот. У нас есть здесь си. Увидите зачем си для одного символа. Минус или плюс. Вместо вот этого перевода мы там потом переведём с вами всё нормально. И тут могли бы в принципе перевести, но не переводили. И вот эту вот всю мы с вами вещь добавляем. Что мы делаем? То есть, мы берём с вами самые старшие 2 именно байта с стретчпада. Старший байт делаем старшим. В левый задвигаем на 8. И добавляем младший по операции или. Устанавливается у нас 16 байтная величина сырой температуры. То есть, вот этих двух байтов. Теперь вот эту функцию юзаем наше узнавание знака. То есть, если единичка вернулась, минус. Если не вернулась, плюс. И конвертируем RAW темпер в темпер. И всё это отображаем. Вот. RAW температура. Просто вот эту нашу RAW темпер. Потом символ. Символ вот так вот форматируется. Берём C. Вот этот вот самый минус или плюс. И потом саму температуру. И переводим каретку. То есть, возвращаем каретку. Переводим строку. И ждём опять 150 мс. Я думаю всё. Прошиваемся. Вот и смотрим. Вот наш 25,88. Ну, у меня топится обогревательный прибор. Температура и так растёт. Давайте ещё рукой. Вот пошла расти температура. И тут само собой. И там вот. Пошла уже к 30. То есть, отпускаем руку. Температура будет у нас потихонечку спадать. То есть, всё у нас нормально. Датчик работает. Так что нам, используя многодрых, удалось с вами считать показания с датчика температуры DS18B20 по одному проводу, который подключается к контроллеру STM32 без всякой аппаратной поддержки. Ну, также мы изучили ряд команд данного датчика. Пока хоть это единственный датчик нашей. Но я надеюсь, что мы справимся с несколькими. Ну и плюс ещё, что мы с вами доброго сегодня сделали. Повторили немножко библиотеку CMC. То есть, повторили регистры, чаще всего требуемые. ODR, EDR, CR и всякие их конфигурационные биты. Всех поздравляю с данной победой. Всего хорошего. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Включайте уведомления, чтобы узнать сразу первым, когда выходит следующий урок, следующая часть, следующий, то есть моё видео. Жмите кнопочку «Мне нравится», если вам понравилось данное видео, данный весь урок. Всем пока, всего хорошего, всем доброго здоровья, до новых уроков. Субтитры сделал DimaTorzok